по поводу прелюдии и мальчика ученика вот характер повествования на типичный песен для типичная песня под гитару то есть самое что ни на истрес классическое и у нас присутствует бас аккомпанемент и мелодия вот поэтому обратил внимание что он играет слишком много отрывистости позволяет допускать не понимаю что он еще маленький там процесс до идет все в порядке обращайте внимание на то чтобы он играл все слитно плавно даже с первых тактов да например играет до 1 так хочется чтобы он больше давал вот этой вот плавности и аккуратнее следите за пальцем м он делает на него слишком большой акцент на м и на в данном случае еще в первом такте на а то есть он цепляется цепляется и тянет пальцем а за вторую струну попробуйте сделать чтобы это все более легко плавненько играл прямо вот она на одном такте добейтесь от него идеальный кантилена и ну прямо первый так не цепляться до палец а должен играть аккуратно на это все аккомпанемент да вот все легонечко легонечко далее до пошла мелодия вот это важно он не делает разграничение между мелодии и аккомпанементом обратите внимание на все нотки написанные штилями вниз штилями вверх мелодия до нас из-за такта можно играть тиранда попробуйте да вам кстати играть без ногтей или ногтями так не понял по характеру звука какие-то коротенькие ногти у него есть вот нужно определиться может быть стоит еще сделать либо короче либо ну там смотрите сами если уж ногтями тогда надо будет с длиной определяться и формой а потому что нет то есть вот такой звук непонятно вроде есть но вроде нет тем не менее значит мелодия до помните да я говорил о филировке звука значит дайте ему сыграть вот эти вот сам сам самый первый мотив до из-за такта попросите его сыграть до чтобы эту мелодию услышал до услышал и вторую нотку потише не нужно ее долбать сильно повторно а на фоне дает и этих четвертей которые штилями вверх у нас на аккуратнее фары то есть м и да а то получается что наоборот все делаю мелодия а вот так играет и опять же акценты на m палец до нужно их попробовать убрать до избавиться бас следующий дальше смены позиции попробовать сделать более плавными без резких движений обратите внимание во первых аппликатуры здесь я предлагаю 4 2 3 1 4 даже у нас пары не повторялись 3 1 3 1 и и вот этот вот переход глиссанды да вот прямо отработать эти три ноты сири а соль далее вот эта нотка р последняя в такте пока звучит эта нотка нам нужно приготовить бас до пятую струну и дослушать эту ноту чтобы она плавно перешла у нас сильную долю в не никаких резких движений по поводу переходов техника левой руки здесь важно то чтобы у нас пальцы были в одну линию он немножко перекосами есть эту сторону то есть попробуйте вот из этого положения до первых больше выпрямить пальцы и мизинец чтобы он был в одну линию с первым пальцем на чтобы он не был у нас где-то там внизу да вот поднять его вверх нужно и вот эти переходы здесь важно скорость ударность на пальцев левой руки на фоне общей плавности до запястья чтобы не было затянуто и до атаки в левой руке опять же дальше аккомпанемент дальше опять же опять же тот же за такт тоже мелодия тоже мелодия аккомпанемент бас на там так на вторая нотка поаккуратней дальше то же самое вот эти вот переходы все медленно медленно проработать и послушайте длину каждой ноты вот здесь тогда он играется так как указана нота второй палец нужно отработать соединение соль вот с этой соль глиссанда добавить элемент обязательно на втором пальце и смотреть уже пока эта соль звучит смотреть на эту соль до соединять чтобы было соединение попробуйте поработать по группам 3 плюс 3 потом отсюда но обязательно элемент глиссанда добавьте а потом попробуйте все это вместе соединить не упускайте возможность дослушать самую последнюю ноту в такте всегда и соединив ее с сильной долей вот здесь вот смотрите длина си да и дальше вот здесь лига у нас лигу это аккуратнее как будто мы играем на разных струнах на то же самое должно быть здесь похоже да оно не так не срывом далее значит да запомнили не срывом аккуратненько глиссан это легата мизинцем не вниз его туда тянуть да вот нечто среднее до вверх немножко здесь тоже самое обратите внимание вторая нотка рэ мелодия рэ потише и аккомпанемент тоже аккуратней на втором плане на третьем возможно поустойчивее сыграть заранее кстати его поставив до на струну и не тянуть потом за бас не нужно оттягивать данным бывает застревает аккуратнее за такты до не выделять и все время к первой доли можно в принципе сделать такое правило за такты играем тиранда аккуратненько сильную долю мягкая опаянда тоже нет не форсировать пока звук не нужно мягкая паянда и вторую четверть с точкой до которых такте вот ее тоже тиранда но то есть вот что у нас должно получиться и так собственно в самом начале то же самое обратите внимание пол такта у нас ноты бас две восьмушки штилем вниз потом штилем и вверх вот должно быть тоже разграничение начала мелодии за такты вот здесь я предлагаю сыграть дальше бас на октаву ниже на шестой струне не здесь а здесь собственно и потом у нас перейдет в мини не отсюда мне кажется будет логично не обидится композитор и бас пусть держит дал прям баррэ допускать кстати потренирует выносливость левой руки тут баррэ на два такта и вот у нас сильно да у нас доля форта сюда крещендо да и вот здесь по поводу динамики тоже спорный момент чьи вилочки не знаю авторские редакторские ну в общем я бы с динамикой здесь либо форта держать до самого конца прямо до самой ми до замедлять например так и ферматку небольшую снять и потом легче да опять легко а здесь вот написано наоборот диминуэнда и потом форт почему-то из-за такта ну дело вкуса подумайте сами то есть два варианта можно так сыграть можно так но все равно лучше начинать спокойнее да не нужно форта мне кажется аккуратнее тоже здесь до у нас до половинка с точкой и держите а на фоне этой звучащей половинки с точкой все остальное штилями вниз все нотки намного тише и аккуратнее прям еле касаясь включая вот эти басы ре ля да первый бас можно чуть-чуть показать да приучайте уже его работать над линиями можно да мелодический аккомпанемент басы дальше то же самое да помните да аппликатура связанность плавность аппликатура до 4 2 3 1 мизинец вверху дальше вот здесь да глисанда добавить элемент на третьем до с первого на треть вот этот работ переход селя спокойно до чтобы он здесь и послушал длину всюду обрывает очень много у него постоянно 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 да плюс текстом надо было получить вот здесь до половинка с точкой на фоне половинки с точкой аккуратненько все играем на звучащие вот она фа можно сыграть мягко по яндо видите я обратите внимание что я вообще не играю нигде резко там не тяну ничего вот я прямо конечно я играю ногтями да и длина у меня все тут отрегулированы для для себя и добиваться вот этой тоже плавности до мягкости смотрите совсем аккуратненько сыграл бас п и м не надо ни в коем случае цепляться в струны вот здесь да такт очень спорный по аппликатуре конечно можно в принципе оставить то аппликатуру которая здесь написана четвертый и опять четвертый да это мелодия вообще так не делается вот что у нас получается у нас будет очень короткая это ре да шестая восьмушка в такте она будет очень короткая можно конечно там изощрится то есть за счет того что я ее передержал и потом быстрым быстрым легким переходом попробовать это сыграть но все равно нет это очень неудобно я бы посоветовал здесь может быть такой вариант аппликатуры посмотрите да вот например соль сейчас так до этого возьмем да потом первый палец на соль поскольку у нас последняя восьмушка аккомпанемента совсем вот тихая вот она должна буквально раствориться сюда можно заранее немножко подготовить палец первый да то есть снять его с фа вот с этого вот на этой ре да на последний на шестой да и потом соль си открыта да бас да вот здесь вот четвертый по второй струне играем мелодию четвертый четвертый второй и потом на втором еще этот элемент глиссандо добавить вот буквально тут лад полтора вот как то так ну на один лад да вот такой маленький элемент маленький элемент глиссандо да и вот что получится и не спеша соединяйте дослушивайте последнюю ноту так всегда то же самое вторая половинка такта вторая четверть с точкой тише первая опаянда мягкая за такт напомню да тиранда легкая вот здесь да у нас наверх там мы идем вот здесь аппликатуру я предлагаю не 1 1 2 потому что таким образом мы провоцируем вот это вот да как бы на первом пальце с 5 на 7 лад мы провоцируем акцент на 2 ноте в первой группе из 3 8 то есть я бы предложил вот на четвертом да можно с до на ре например так да сделать а вот подумайте на эту тему не так да потому что вот первый все будет вот сто процентов будет тяжелая да первая группа потом вторая группа вторая отсюда начать отрабатывать да первую пусть сначала сыграет потом вторую и соединение с сильной доли опять же добавить обязательно грисанта да сюда и эта нота очень яркая да и пускаем кстати сделать из нее не восьмую а четверть с точкой вот пусть ее подержит будет хорошо кстати да не так а так так еще раз от этого такта да и вот здесь мы уходим на диминуэндо с замедлением и может быть даже с небольшой фирматой на флажолете на как это сделать обратите внимание да здесь написано замедление у нас вот на вторую половину такта да на 4 5 6 на так вот я бы это замедление но вообще по всем правилам как бы все такие указания до ралентанда летнута и и прочее да они ставятся действительно заранее это если сравнить до автомобильные знаки вот предупреждающие да например опасный поворот он ставится до опасного поворота естественно вот и в музыке то же самое то же самое и вот здесь это замедление не нужно делать на прямо вот на эти до 4 5 6 а потом вот этот вот значит дополнение какое-то непонятное я бы это все объединил в одну фразу и вот только вот это замедление да сделал бы на вот этом дополнение соль диез си и флажолет ми то есть вот что должно быть снять поэтому подумайте на эту тему тоже по поводу аппликатуры да здесь все правильно по моему 4 3 1 главное ярче вот эту ми пусть не стесняясь пытается заодно силу пальца а потренирует снять да и потом может быть есть смысл ну в принципе здесь нормально аппликатуре единственное что сейчас аппликатура значит таким образом да вот он играет как написано потом сюда на третьем четвертом идет так вот лучше оставить второй палец да потому что у нас связующие одна и та же струна второй и потом сюда идет вдоль и добавить глиссанда на то есть получается здесь не принципиально за так как как играть как удобно со второго пальца или с первого главное здесь дальше да вот он баррэ ставит кстати да перед постановкой баррэ опять же си открытую струну не обрывать длину звучания си видите да я не снимаю ля фа до слушать с глиссанда перешел сюда и здесь второй третий а вот неважно можно так такую аппликатуру сыграть и повесить фирма туда на этом ля вообще в принципе сделать педаль да все чтобы она звучала будет ему сложно ли наверно в пятую позицию или нет подумайте да справиться не справиться может быть здесь как-то сделка например так хорошо звучит ну значит таким образом первое да все легче больше легата плавности больше педали в аккомпанементе м на м акцент не делать за струны не тянуть в целом все легче играет да пусть играет пошел тянет за струны застревает на вот начинает играть вот это застревание как раз таки а если бы сыграл легко пусть не форсирует еле касаясь вот отрывистости очень много да все эти переходы смены допустим играет легче то есть смысле плавность плавности добавить медленно да не суету разводить да на а наоборот спокойнее вот сюда ну вот собственно верны все мы по поводу техники правой руки понятно левая рука мизинец вверх в одну линию чтоб не было перекоса вот этого до что пальцы были более прямыми вот это растяжка важно тоже но это уж смотрите да когда он будет играть переходы чтобы у нас 2 встретив не были склеены да чтоб он допустим играет да подряд какие плоды но тут в принципе такого не встречается но это вообще на будущее да чтоб он все-таки старался их немножечко разъединять прижимая да ближе вот именно к порожкам да чтоб они вместе были вот здесь возле одного порожка но чтоб они были каждой возле того порожка которого ну а вот Продолжение следует...